Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Я Анна Касаткина, вы смотрите новости на канале Инстатв. Несмотря на вполне сильные данные по канадскому рынку труда, канадский доллар на валютном рынке не выдержал конкуренции с валютой соседней страны. В паре с американским долларом канадец потерял около 80 пунктов, подняв котировку на отметку в 1 доллар и 6 канадских центов за 1 доллар США. Инвесторы предпочли покупки американского доллара в свете позитивных сообщений, свидетельствующих об улучшении на рынке труда США. Минтруда продемонстрировала высокое значение прироста новых рабочих мест в экономике, хотя уровень безработицы остался прежним. Тем не менее, данные укрепили ожидание скорого сокращения программы количественного смягчения, проводимой Федеральной резервной системой. В Канаде уровень безработицы также не изменился и сохранил свое прежнее значение в 7,1%, что оправдало прогнозы аналитиков. При этом эксперты ожидали сокращение в канадской экономике на 4200 рабочих мест. Однако, статистическое управление Канады за июнь зафиксировало гораздо меньший убыток. Число рабочих мест сократилось лишь на 400 единиц. До свидания!